Встречайте моторное масло Синтек с технологией Моллигард. Органический молибден создает на деталях прочную защитную пленку и увеличивает срок службы двигателя. Моторное масло Синтек с технологией Моллигард. Всегда умный выбор. День воскресный, день чудесный. А я к вам спешу с новым шикарным выпуском. И сразу к делу. Ребята, совсем недавно на канале выходили ролики про жизнь в квартирах в городе. Где мы разбираем реальные истории из нашей жизни. Жизнь на вторичке среди алкашей-наркоманов в старом проперданном доме. Жизнь в новом доме, где вам только вручают ключи, но он построен из говна и палок. Люди покупают квартиры в человейниках и всем довольны. Или недовольны. И часто встречается комментарий, это все не жизнь. Нужно бежать из города. И именно об этом мы сегодня поговорим. Возникает вопрос, а куда бежать, чтобы жить комфортно, чтобы было тебе в удовольствии. И одно из таких направлений, это частные дома или таунхаусы. Частный дом возле Москвы может стоить огромных денег. А можно купить что-то подходящее по цене квартиры. У тебя будет своя территория, у тебя будет свой участок, у тебя будет закрытый поселок. И именно в таком мы находимся. И что мы сегодня увидим? Я вам хочу показать это в деталях. За моей спиной таунхаусы, двухэтажные. Человек, главный герой этого выпуска, прожил здесь уже более пяти лет. Ранее проживал в городе, в квартире. Перед началом просмотра я вам лишь спешу напомнить, что в этих выпусках мы не делаем рекламы или антирекламы застройщикам и тем объектам, которые они построили. Мы лишь разбираем ситуации жизни. А что покупать для жизни, вы решаете самостоятельно. Сегодня мы будем находиться в закрытом коттеджном поселке, который находится в 20 километрах от Москвы. В подобных поселках мы ранее с вами уже бывали, но не так часто. Поэтому давайте разбираться, смотреть с разных сторон и пишите после ваше мнение в комментарии. Классно это для жизни или хрень полная? Приятного просмотра. Пойдемте знакомиться с владельцем. Знакомьтесь, главный герой Глеб. Глеб проживает здесь с женой, с ребенком. Соответственно, последние пять лет, как рыба в воде, все знает, все расскажет в деталях, с плюсами, с минусами. Ну а вы уже напишите в комментариях. Честен был Глеб или нет? Или же все-таки пытался рекламировать свое жилье? Как тебе такое начало? Нормально, нормально. Расскажи, пожалуйста, где мы сегодня находимся, что за нашей спиной нас встречает? Это Люберецкий район, поселок Малаховка. Здесь, в принципе, я жил с детства. У меня на соседней улице живет отец. Потом переехали в Москву, жили в Москве. Жил я сначала один, семьи не было. Все было замечательно. До работы ехал 15 минут на машине. Даже не представлял себе, что когда-нибудь перееду за город. И потом так получилось, что сначала купили вот этот тангхаус для мамы с братом. А для меня было как загородное жилье. Приезжал, соответственно, на выходные. А потом женился. То есть, ребята, зарисовочка начинается. Жил, значит, в Москве. Где жил? В ДНХ. В ДНХ. Хороший, красивый райончик. До метро близко, да, было, наверное? Ну, минут 10, но я вообще на машине ездил. На машине катался. Квартира в собственности. Не какая-то там съемная, правильно? Ну, мамином была квартира. Ну, ваша семейная жилья? Да, давно. Пожалуйста. Мне вот что понравилось. Жил до свадьбы, все было классно. Жена тебе, я думаю, у тебя по шее сегодня там в конце выпуска даст. А потом начинается другое. Вот смотри, ты знакомишься с женой. Длинную историю сделать коротко, но по существу. Ты знакомишься с женой, в какой-то день тебя оповещают, что ты будешь папой. И на основании этого вы понимаете, что однокомнатная квартира... Нет, двушка, но маленькая, 40 квадратов, 42. 40 квадратов. Ну, то есть, для ребенка, ну, как бы, так или иначе, да, конечно, побольше хотелось. 40 квадратов, само собой, маловато. На основании этого первая мысль в голове у тебя и у жены. Надо как-то расширяться, куда-то переезжать. А вот с этого момента поподробнее, как ты оказался здесь? То есть, думали, что продать как-то квартиру на ВДНХ, там разменяться туда-сюда, закрыть здесь ипотеку, потому что ипотеку на меня брали изначально. Вот. Ну, соответственно, какая-то дельта бы оставалась для того, чтобы в качестве первоначального взноса что-то там подобрать. Ну, вот смотрели, где в Зябликово, там какой-то лайф, там еще что-то, квартиры. Но это, получается, года два ждать. Это, там, тысяч сто, там, платеж. Ну, как бы... Ипотечный. Говорит, да, 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 ну, приличный, да. Но что-то делать, ремонт. И два года пока ждать где-то жить. А у нас мы ждем ребенка. Соответственно, ну, такое себе. Вот. Ну, потом мама предложила. Вот ей, кстати, мы покупали как альтернативу, продали ее дачу. Первоначальный взнос, соответственно, сюда пошел. И думали, как и дача, как и, соответственно, жилье. Ну, ей вот не очень понравилось, она хотела именно дачу. И предложила, говорит, давайте я перееду тогда на ВДНХ, ну, и дачу мне купим. Вот. Ну, там, в общем. Таким образом, сейчас на ВДНХ, в той самой квартире, проживает твоя мама. Мама, да. Одна? С братом. С братом. Ну, на лето она уезжает на дачу. На лето она уезжает на дачу. Ребята с семьей, получается, переезжают сюда. Так сказать, зафиксировались. Поселок этот начал строиться в 2012-13 году. Ну, да, где-то так. И он у нас разделен следующим образом. Здесь есть таунхаусы. И здесь есть отдельные частные дома. И все это в рамках одного поселка. Вот расскажи с точки зрения инфраструктуры. Вот основное, что здесь есть. Потому что может сложиться впечатление, что мы вроде как где-то там за городом находимся. Поселок городского типа тут вокруг. С давних времен, там, советских. Тут вот есть пятиэтажки. Есть рынок. Есть, в принципе, вся инфраструктура. И поликлиника. И, ну, есть все по большому счету. Недалеко станция. Причем сейчас сделали МЦД. Соответственно, там каждые 5-10 минут ходят поезда. Даже теперь расписание не смотрим. Таким образом, грубо говоря, отработал день в Москве. Возвращаешься. Ты находишься у себя в доме. Ну, в летнее, в теплое время. У тебя есть небольшой участок, правильно? Да. Ну, вот я предлагаю так. Не размазывая кашу по тарелке. Пойдем просто познакомимся с домом. И расскажешь уже, что это за площадь. Какая там прилегающая территория. За сколько вы его купили. Если делали ремонт, то сколько вам это дело все обошлось. Давай? Да. А вы никогда не задумывались, до чего дошел прогресс? Ну, например, раньше, для того, чтобы купить комплектующие на автомобиль, мы спрашивали советы друзей и знакомых. Много ошибались и утешали себя приобретением так называемого опыта. А теперь представьте, что такую же процедуру нужно проходить с поиском сотрудников, когда начинаете свой путь в бизнесе. К счастью, представлять не нужно. Ведь Хэхэру отлично вас понимает. И постоянно усовершенствует алгоритмы поиска сотрудников, чтобы помочь найти специалиста быстро и эффективно. Умные алгоритмы учатся, когда анализируют ваши действия. И предпочтение при поиске кандидатов на Хэхэру. И помогают найти среди миллионов работников тех, кто может стать частью вашей команды. Вот что нужно сделать, чтобы алгоритмы поняли, какой человек вам нужен, и вы не закрутились в поиске. Первое. Разбирайте резюме. Приглашайте кандидатов на собеседование. Скрывайте неподходящих. В общем, больше взаимодействуйте с подборкой предложенных кандидатов. Второе. Пользуйтесь автопоиском. Ищите кандидатов по ключевым словам. Настраивайте фильтры и сохраняйте их. Так рекомендации будут точнее. Третье. Если вы нашли идеального кандидата, то посмотрите подборку похожих на него внизу страницы резюме. Следуйте этим советам. Алгоритмы поймут, какой работник вам нужен, и помогут найти подходящих людей. Ну а ссылочку на хэхэру я уже оставил в описании под видео. Ну что, знаком. Получается, за нашей спиной это даже не таунхаус, а квадрохаус. Ну, называется. Цельное строение. Разделены четыре части, как пирожок. И у каждого человека одна семья, одно владение. Назову его так. Площадь, этажность, прилегающая территория. Площадь 153 у меня. Ну, там плюс-минус. Три этажа. Где-то 50 квадратов этаж. Прилегающая территория сколько? Ну, где-то полторы сотки. Это вот, собственно, вот то, что мы сейчас видим. Вот этот вот уголок. Да. Ну, парковочное место. Вот небольшой палисадник. Правда, естественно, зима, все завалено снегом. Зима очень снежная. Таким образом, ребята, обращайте ваше внимание. Приезжаешь у всех. Сделаны, в принципе, навесы. Люди спокойно ставят свои автомобили. Это вот эта головная боль. Куда воткнуться? У тебя ее просто-напросто нету. Ну, даже автозапуск, как говорится, не нужен. Вышел на кнопку, тыкнул. Автомобиль запустился. Можно ехать. И, в принципе, помещается два автомобиля. Вам в семье сколько? Одиного, двух автомобилей? У нас один. Нам больше не надо. Напоминает чем-то мне Дубай. Без шуток вам говорю. Поставил автомобиль, коляска стоит, и ты не переживаешь, что кто-то у тебя ее свистнет. Качели есть, снегокады и прочая история для того, чтобы можно было ребенку порезвиться. В силу того, что поселок, как мы прошли, посмотрели молодой, но я так подозреваю, что в будущем вообще у ребенка проблем с общением не будет. Это тоже важно. Глеб, веди, пожалуйста. Здесь у нас получается терраса. Это все было уже, скажем так, от застройщика, или какие-то элементы достраиваются самостоятельно? Нет, от застройщика тут ничего не было. Забор. Это предыдущие жильцы ставили, мы так как вторичку покупали. Это начало тут какой-то истории с тем, чтобы, ну, соответственно, летом ставим стол, стулья. В дальнейшем, думаю, навес какой-то сделать. Соответственно, зона барбекю. Человек любит глазами. Ну, согласитесь, вот эти кадры ранней весны, когда все тает, ну, такое серое, ну, так себе. Ну, у нас есть шикарная возможность по кадрам переместиться в лето. Ну, согласитесь, уже сразу совсем другой вид. И можно уже рисовать тот самый образ. В конце рабочего дня вы приезжаете домой, ваша закрытая территория, тишина, спокойствие, соседи, которых вы знаете, вы чувствуете себя в безопасности и прочее, прочее, прочее. Вот, обратите внимание, забор у Глеба невысокий. И наверняка кому-то захотелось бы больше приватности. И люди добиваются ее вот так искусственным, но натуральным ограждением в виде елок. Высаживают по периметру и, пожалуйста, красота. Ну, опять же, да, показываю вам кадры сейчас и в летнее время, в весеннее время. Ну, совсем другая картинка. С позволения Глеба и его семьи нас приглашают в гости. Заходите, пожалуйста. Закроешь, ладно? Значит, первым делом, что нас встречает, это предбанник. И здесь я хочу дать самый главный комментарий. Покупался этот таунхаус в 2018 году по цене 11 миллионов 300 тысяч рублей, уже как вторичка с готовым ремонтом. Почему я делаю на это акцент? Чтобы вы понимали вообще по ценам, по состоянию. Ребята только сейчас стоят на стадии накопления средств на полноценную переделку ремонта. Поэтому все ваши пожелания, серии, это не нравится, то не нравится. Будут учтены ими условно в дальнейшем, когда они сами сделать ремонт под себя. В 2018 году квартира, как у меня в Москве, так же как вторичка с ремонтом, стоила бы примерно 8,5, ну, может быть, максимум 9 миллионов рублей. Значит, заходим. Вторая дверь у нас, как отсекатель идет, там мы разделись. Ну, первым делом нас встречает санузел. Помыть руки, сходить в туалет есть. Далее заходим. Здесь у нас гостиная, где балдеет Глеб. И, соответственно, здесь вечером всей семьей они могут собраться. Телевизор, ребенок играет, батя смотрит, мама смотрит. Окна двойные, да, ну, раздельный. Света, в принципе, здесь хватает. Меняемся потихонечку местами и переходим на кухню. Кухня, как положено, отделена. Есть столовая зона, где можно отобедать. Пожалуйста, присаживайтесь, кушайте. Ну, и в тот же момент кухня, как, возможно, многие хозяйки любят. Стоишь, моешь посуду, чистишь картошку с утра до вечера. И смотришь при этом в окно и думаешь, ох, как круто мы живем за городом. Юмор. Естественно, друзья, все это можно переделывать под себя. Здесь уж моделируйте, мечтайте, как бы сделали вы. Значит, что интересно. Вот здесь у нас такой, знаете, начинается американский стиль. Американский, как они обычно бывают. Раз, а оттуда бабай. А, понимаешь? А оттуда бабай. Вау. Музыку включаешь тонную. Джесси, Джесси, это ты? Милая, это ты? И пошел туда. Пойдемте посмотрим, что там сделано. Потому что у ребят на цокольном этаже зона развлечений. Вечером приехал поиграть. Друзья пришли. Что делать? В подвал. В подвал все. Идите со мной. Идите ко мне, мои дорогие. Спускаемся вниз, и здесь у нас такой лофт стиль. Ну, действительно, как тот американчиной попахивает. Первым делом, это рабочая зона у Глеба Расс. Далее, мы, если проходим дальше, диван стоит большой, висит проектор. Соответственно, вечером можно что сделать? Кабанчиком на бочок лечь вот так вот. Включить какой-нибудь фильм, передачу, что угодно. И, пожалуйста, сиди, смотри. И, естественно, есть различные атрибуты в виде, там, какой-то футбол настольный. Фотографировать. Эллипс. Вот это, да, прикольно. Должен быть обязательно. Заниматься мы им, конечно же, не будем. Есть интересная дверь. Посмотрите. Посмотрите, что же там. Что же там. Это подсобное помещение. Мест для хранения здесь, ну, действительно, очень много. Вот как раз тем людям, кто много вещей, много всего хранится, вот в подобных домах, не знаю, там, хауса, полно мест. Потому что также есть еще дополнительная дверь, покажи. Здесь тоже, да, у вас места для хранения. Ну, и отдельная зона, как постирочная, тире, все коммуникации, управление идет отсюда. А вот здесь, пожалуйста, пройди, встань обратно. Это у нас получается что-то типа барной стойки, ну, в тот же момент никакого. Никакого, а, ну, немножко есть. Ну, немножко. Махнуть чуть-чуть, да можно. Расскажи нам общую концепцию, что здесь, как, что вы переделали, что оставляли. Да, ну, получается, из ремонта мы в квартире, в этом доме делали только здесь, по сути. А здесь мы сделали такой, да, действительно, лофт-стиль, такую зону отдыха. Соответственно, здесь вот был закуток, решили так обыграть. Тут можно пробковая стена, все что угодно повесить интересное. Там винный холодильник подарили мне ребята. Тут доска там со всякими задачами, соответственно. Слушай, наверное, один из главных вопросов будет. Вот если используем мы подвальное помещение, это цокольное, как место отдыха-работы. Смотри, нету дневного освещения раз, не хватает кислорода в любом случае два. Вытяжки, я так понимаю, здесь понятное дело есть, но все равно целый день просидеть в подвале как? Ну, так как я сейчас на фрилансе, так скажем, я стараюсь днем прям вот по максимуму гулять, да, и уже больше работать вечером. Есть приточка, как она называется, принудительная, да, есть вентиляция. Ну, в целом нормально, но вот иногда ногам может быть холодно, вот у меня даже валенки стоят. То есть в дальнейшем, друзья, понимаете, это либо утеплять дополнительно, либо как-то вот продумывать теплый пол, и тогда будет, в принципе, ок. Ну, опять же, надо всем этим нужно работать. Я прям хочу акцент еще раз сделать. Всем тем, кто захочет написать, что где-то что-то там неуютно. Мы выкупили готовое решение. Соответственно, сделать для себя уютно, это все можно. Здесь все можно переиграть, здесь можно вообще вот такую сказку сделать. И с вентиляцией сейчас затащить все, что угодно. Ну, просто все это стоит денег. Народ голосует рублем. Будут бабки, будет красота. Это все элементарно и просто. Пойдем на второй этаж. Покрытие по лестнице у нас идет ковролин. С одной стороны плюс, то, что ты наступаешь, и как бы нет дополнительного шума. Ну, специально, естественно, в силу того, что второй этаж, есть ребенок, сделали такую сеточку декоративную, чтобы никто никуда не вывалился. И здесь нас встречает Глеб и такой, скажем так, перекресток. Далее мы в комнаты заходить не будем. Все комнаты по 12 квадратов метров, они все одинаковые. Детская есть комната, есть комната для родителей, есть так называемая гостевая комната, где может остаться мама, там, не знаю, брат приехал, друзья. Ну, и здесь дополнительный санузел, где у нас есть полноценная ванна. Вот такая, пожалуйста, планировочка и, собственно, места для хранения. Вот смотри, есть косяки, допустим, там, с тем же самым освещением. Вот расскажи про них. Вот я обращаю внимание, что, например, там некоторые лампочки не светятся. Почему? Ну, освещение, потому что изначально его делал, соответственно, предыдущий собственник, делал по старой технологии, соответственно, с блоками питания где-то, которые неизвестно где находятся. Скорее всего, там не в очень хорошем состоянии. И так как это не навесной потолок, а, соответственно, бетон, то, ну, только ремонт исправить, соответственно, все нужно переделывать. Цены. Нам же интересно понять, почем нынче подобное жилье. Ну, вот я открываю карту с объявлениями. Как видите, особо-то и нет выбора. Все уже, в принципе, продано и продают уже частники. Где-то это был явно инвест. Ну, вот смотрите, даже 185 квадратов есть, 12500, все это дело в бетоне. Вы должны понимать, что денюжек на ремонт уйдет, хо-хо-хо, немало. 14 миллионов рублей за 157 квадратов. Ну, вот, допустим, есть уже как вторичка. 18500, и вы покупаете готовое решение, если оно вас устроит, ну, вот, с ремонтом. Детская комната, да, там, для девочки явно, вторая, если не ошибаюсь, тоже для девочки. Ну, таким образом, вот, отдал. Если ремонт тебе понравился, заезжай, живи. Не нравится, вперед. Вот, еще есть вариантик. Подешевле, но площадь больше. 13 миллионов 600 тысяч за 209 метров и 4 сотки земли. Важно всегда учитывать, что в ремонт нужно тоже будет вкладываться. Кто-то попытался зафиксироваться в валюте. 250 тысяч баксов давай, и там хаус твой. Тоже как вторичка с ремонтом. Коммуналка. Очень часто люди спрашивают, ну, свой дом большой, нифига, 150 квадратов. Не понимая того, что, на самом деле, оплата за дома гораздо ниже коммунальная, чем квартира. Но здесь есть тоже тонкости. Вот смотри, 153 квадрата плюс полторы сотки. Сколько в месяц вы платите, давай считать? Приходит к 15, с этого года чуть подороже стало. Ну, где-то в районе 15. 15 тысяч, но сюда входит и охрана, уборка снега. Ну, как я уже говорил, и траву могут подстричь. Ну, вот так. Но еще плюс отдельно идет за газ. Оплата где-то плюс-минус, в зависимости от сезона, ну, где-то 2 тысячи в месяц выходит. То есть 17 тысяч рублей мы платим за свет, мы платим за канализацию, канализацию, заводу, все-все-все. Плюс охрана, которая есть, управляющая компания, уборка ваших улиц. То есть все это зарыто в одну, эту платежку. Что хотел добавить-то, что платежка это одно, а дополнительные расходы по дому, естественно, управляющая компания уже нести не будет. Это вам не та история, когда у вас перегорела в подъезде лампочка, вы оп, ну-ка быстро нам там давайте менять. Сломалась дверь, ну-ка быстро нам менять, лифт сломался. Ну-ка быстро здесь, быстро делаешь все ты. Вот так вот взять, если, например, за 5 лет, как часто приходится что-то постоянно менять, делать, дорабатывать? Это прям, ну, напрягает или как? Или это встречается, но редко? Ну, бывает, бывает. Ну, как я говорю, так как много всего, да, всяких электроприборов, что кондиционер сломался, что там, не знаю, какой-нибудь соло-лифт там, канализация, да, подъем от стиральной машины, там специальный прибор, который поднимает воду. Бывает, тоже забивается. Ну, и плюс, как я говорил уже, что было изначально много проблем именно с электрикой. Были недочеты, даже когда нам делали в детский ремонт, уже мы сами делали, да, я тогда еще не разбирался никак в электрике, просто рабочие устанавливали розетку, вогнали саморез не в том месте, попали между землей и нейтралью, и выбивало УЗО. УЗО – это устройство защитного отключения, которое вас спасает, если вдруг у вас пробитие напряжения, там, к примеру, на стиральную машину. Соответственно, вас это обезопасит. А так как это земля и фаза, ой, земля и нейтраль, они замкнули, УЗО постоянно выбивало, они причину не знали, просто его отключили, закрыли, соответственно, щиток, подняли рычажок УЗО, а по факту оно там было отключено. И если бы мы не стали разбираться просто с этой электрикой, изучать и так далее, я бы просто не знал. А, соответственно, все время бы дом был под опасностью поражения людей электрическим током. А вот здесь даже интересно вас спросить. Вот скажите, все ли из вас поняли, что сделали электрики, что рассказывает Глеб? Вот жизнь в своем доме, в своем таунхаусе, с одной стороны, вроде как кажется, кому-то может и привлекательнее. Но не забывайте, что электрику, стройку и все, что с этим связано, вы должны понимать. Зачастую люди и сейчас, когда начинают делать ремонты в квартирах, проживают в квартирах, где-то что-то сломалось, что делать? Позвонить кому-то, дяденька, приедьте, пожалуйста, почините. Но цены на услуги выездных мастеров тоже растут. И интересно понять, кто приедет к тебе, профессионал, который действительно тебе сделает хорошо? Или вот такой, который что-то там накрутил, навертил, вроде бы работает, но на самом деле опасность. Опасность. Впереди сейчас у нас что? Сезон дачников, сезон строительства, сезон наверняка ремонтов, и люди будут что-то делать, делать, делать. Отсюда вопрос к вам. Те, кто хотят этим заниматься, вы вообще что-то там шарите, так сказать, кубаторите в электрике? Именно поэтому сюда входит рекламная интеграция, которая изумительно подходит для этого выпуска. Я оставляю в описании ссылочку на Академию бытовой электрики, где вы можете пройти курсы, которые будут понятны абсолютно любому человеку с нулевыми знаниями в электрике, включая домохозяек. Для общего развития вам, вашей жене, вашим детям, но почему бы и нет? Тем более прямо сейчас действует шикарная скидка в 40%. Более того, у вас есть шикарная возможность пройти один бесплатный урок по правилам обращения с электричеством в быту. Именно поэтому я вам прям действительно рекомендую обратить на эти курсы внимание, потому что это знания, которые вы применяете в повседневной жизни. Это вам не какие-то истории про успешный успех, улыбайся, вдыхай, выдыхай, и у тебя будут миллионы. Нет. Это то, что вам будет помогать в повседневной жизни. Вполне возможно, кто-то из вас углубится, и в дальнейшем сможет на этом даже и заработать. Ссылочка в описании, а мы продолжаем. По-живому отправляемся прогуляться. Можете по сторонам посмотреть глазками. Вот у кого дома, они с панорамными окнами идут. То есть вид сразу совсем другой. То есть интересно выглядит. Тем более, я смотрю, там у людей дровишки лежат. Приехал домой. Чистенько территория дома вот такого. Она тоже небольшая. Но в тот же момент, как раз, чем меньше территория, тем меньше того же самого геморроя в виде уборки этой территории, рассады и прочее, прочее. Все, что связано с озеленением. Это тоже очень важно, потому что все вот эти елочки, которые вы видите, выглядят на картинке очень красиво. Но когда посмотришь сценник, сколько стоит вот такое зеленое ограждение себе сделать, особенно если ты покупаешь уже готовые, такие большие деревья, назову их так, это можно немножко офигеть. Но при этом вот рядом у тебя из окна у кого-то пятиэтажки, те самые старые советские. Через дорогу переходишь, у тебя торговый центр. Но обратите внимание, что покупая дом, вот у некоторых, допустим, сделана терраска. Но вообще прикольно выглядит. То есть человек себе сделал дополнительный пристрой, как мы поняли. Два гаража себе разместил, территория закрытая. Она небольшая, но тем не менее, как я сказал в самом начале, вот так вот для повседневной жизни, если ты не хочешь разводить огороды, что-либо сажать. Когда у тебя не бегает по территории, допустим, та же самая собака, ну вот, в принципе, смотрите, выглядит-то неплохо. Опять же, мы сейчас находимся, здесь в целом-то тихо. Глазками, если побегать, я смотрю, у некоторых такие зоны, как я называю их, для кайфования. Вот именно так, для кайфования. Там шезлонги стоят, кресла, которые качаются. Я понимаю, что сейчас, когда все будет становиться зеленым, тепло, ну, шашлычки, друзья приезжают, а друзья, как правило, приезжают из города, они из квартирок, а тут он ходит, знаешь, такой, с чаем по территории, а у нас здесь вот это есть, а у нас здесь вот то. Ну, конечно, круто, но за все это круто, ключевое, всегда нужно платить. И во всем диалоге с Глебом и с любыми другими главными героями нашего выпуска всегда прослеживается одно, народ голосует рублем. Естественно, были бы батки, я думаю, с удовольствием бы, ребята, если они здесь прижились бы, продали бы, допустим, свой таунхаус, купили бы домик побольше, территория побольше, как бы ты не жил вроде бы, знаешь, после квартиры 40 квадратов и ты заходишь 153, ну, конечно, это по первоку вау, но со временем, я уверен, к площадям привыкаешь и где-то думаешь, так, ну, вот здесь бы заборчик чуть подальше поставить, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Но в целом, подчеркиваю, ваше мнение я буду ждать в комментариях. Вот сейчас интересная ситуация произошла, мы идем снимаем, останавливается белый дорогой Мерседес, выходит девушка, говорит, ребят, а что вы снимаете? Вот что мне понравилось, ну, реально, культурно, так спокойно она спросила, сделал акцент, что это уже как частные дома, и не всегда люди любят, когда их снимают, поэтому я вот к жильцам хочу обратиться, если вдруг кто-то смотрит, ребята, мы снимаем максимально корректно, мы не залазим на территорию ваших домов, мы не делаем подсъемы, что там у вас в окнах, вот мы идем, оператор отмечает, смотри, собака, смотри, кошка дома живет, там лает, я говорю, ну, мы не будем это снимать, потому что это уже действительно какое-то личное пространство, нас не приглашали, а все то, что вы видите сейчас, ну, первое, любой из вас при желании себя без проблем, ну, вообще из любых людей, может заехать, попасть сюда, это первое, второе, есть Google карты, Яндекс карты, есть вот этот вот спутник, когда вы можете открыть и в целом посмотреть, что у кого на участке находится, панорамная съемка города, я думаю, такую аэросъемку я сам встретил впервые в этом выпуске, она сделана от 2022 года, она сейчас временно фотографировать с коптеров и запускать коптеры нельзя, но тем не менее, друзья, смотрите, смотришь по сторонам, где что есть, и это не является персональными данными, это все в открытом доступе, ну, крупные компании, что тут говорить, в том числе, те же самые госномера на автомобилях не являются персональными данными по закону Российской Федерации, нельзя заходить к вам в дом, нельзя там показывать ваши документы, это действительно так, если вдруг кто-то из жителей подобных поселков, этого поселка, любого другого, который принимал участие где-то в съемках, посчитает, что а как, а что, ну, напишите запрос в тот же самый Яндекс, и спросите, почему ваш дом есть в открытом доступе, вот этот поселок сам по себе очень колоритный, и здесь, как и в любом месте, куда ты приезжаешь, когда начинаешь уже присматриваться, ну, согласитесь, какой-никакой у нас с вами опыт уже есть, мы в разные ЖК поездили, вторичку, первичку, все мы с вами смотрели, ну, вот вам шикарная зарисовочка, на территории этого поселка, само собой, предусмотрена детская игровая площадка, ты приходишь, можешь поиграть, она находится, скажем так, на уголку, на уголке поселка, и прямо вот через забор торчит вывеска, красная, белая, добрый день, мы вас всех приглашаем, заходите, люди рады, неимоверно, что их поселок огорожен, вот таким двухметровым забором, ключик, и мы с вами из закрытого поселочка, опа, попадаем, к людям, иди сюда, покажи, просто для понимания, как это дело выглядит, вот она, вторичечка, кто-то живет, смотрит такой, с балкончика, как они там, шашлыки жарят, пристройки делают, попасть к ним, само собой, без ключа невозможно, никто вас сюда не пустит, ну и вот она, движуха, вышел, сразу дорога, ну понятно, да, тут даже комментировать нечего, зачастую нас спрашивают, ну зачем у нас в России заборы ставят, ну в данном случае, без этого забора, первое, шум, грязь, летела бы еще больше, потому что там рядом дорога, ну а во-вторых, ребята, которые зачастую отоваривают, так сказать, постояльцы, с золотыми картами, таких магазинов, и других брендов, марок, там и так далее, ну вот эта лавочка, я думаю, или те качельки, были бы шикарной возможностью, посидеть по весне, цыгарочку покурить, там что-то распить, песенку послушать, все оставить и уйти, а вы тут сами уберетесь, у вас деньги есть, ну вот еще, например, в этом поселке огромное количество проживает ребят из Вьетнама, Вьетнам очень люблю, всем вам привет, если вдруг смотрите, вьетнамцы, почему, спрашиваю у Глеба, здесь неподалеку, находится садовод, вьетнамцы, торговля, садовод, движение, бизнес, деньги, пожалуйста, ну вот люди приезжают в Россию, торгуют, в каких условиях живут, и подчеркиваю, это несъемное жилье, для большинства из них, они точно так же его покупают, вот так вот смотришь на этот аунхаус, вот без отделки, вот этой, которую они сделали, фасадную, деревяшек, для декора, для красоты, он бы выглядел слишком просто, с учетом того, что они сделали, так называемый декор, издалека, ну понятное дело, оно побогаче, подороже смотрится, но в тот же момент, сейчас по весне, все это дело облезло, его нужно бы подкрасить, но при этом, когда ты выходишь к себе на балкон, и у тебя перед окнами, вот такая история, домик, да с панорамными окнами, они тоже, видишь, дополнительно сделали, но я понимаю, что это такая концепция, маркетинговый ход, с точки зрения того, что ассоциации идут с чем-то загородным, эко, красиво, дерево с камнем как-то сочетается, ну ребят, подчеркиваю, мы сейчас еще снимаем вот в такую погоду, когда под ногами вот такая красота, а летом бы, когда все распустилось, или весной, или осенью, это совсем другой вид, зачастую у нас, когда есть балконы, многие их стеклят, присоединяют к квартирам, чтобы была больше площади, то есть, ну пытаются сделать дополнительно жилое пространство, в таких же домах, ну смотрите, обратите внимание, просто к пример, под окнами заложено блоками, почему? Весь подъезд, это изначально должен был быть гараж, то есть, первый этаж заезжает машина, ты выходишь, соответственно, на первом этаже просто гараж, и плюс, соответственно, там, кухня-гостиная, и так далее, на втором этаже спальня, ну еще цокольный этаж, многие гараж убирают, и получается, в районе 200 квадратов, ну тут, видно, просто еще не доделали, у кого-то первый этаж и цокольный, у кого-то второй, и мансардный еще, ну, кто-то мансардный делает, получает, смотри, как у нас вот вход, это на одну семью раз, и это вот ее, половина, да, а вторая половина, где, вот эта? Ну да, вот они вот так вот идут, а, ну грубо говоря, вот дверь, над дверью, второй этаж, это их, то, что другая разделяется, это, соответственно, уже вторая половина, да? Ну дверь и окно, вот получается, и выход с другой стороны. В тот же момент, друзья, обратите внимание, на улице сейчас 10.45, вторник, ну машин очень много, соответственно, дома, до дома народ честной, никто не на работе, у всех уже вот удаленка, либо, как отмечает Глеб, ездит на электричке, потому что пробки маленькие, ну вот расскажи, смотри, мы сказали с тобой 15-20 минут до МКАДа, ну в реале, допустим, вот тебе надо на работу в 9 утра. Да, я просто расскажу за себя, я вот работал на Арбатской, соответственно, иногда ездил на машине, когда нужно было, ну это полтора, час сорок, может и два, ну нет, ну да, и плюс, соответственно, парковка, парковка, это либо там 18 тысяч, условно, какой-нибудь подземный паркинг, либо наверху 500 рублей, сколько там сейчас в Москве стоит, естественно, нет. Это ты имеешь в виду только доехать до работы, 18 тысяч рублей, это в месяц где-нибудь, да, возле работы ставить. Ну это подземный паркинг у нас. Вот, ребята, как вам такое, два часа едешь, так еще, чтобы машина твоя постояла, 18 кода, и парковки, вы сами прекрасно знаете, что в центре сейчас везде платные, а заехать куда-то во двор, бесплатно хрена тебе лысого, шлагбаум тебе возможность не даст. Это первое. Обратно, точно так же в конце рабочего дня, по пробочкам, еще пару часиков сюда, и вот я думаю, сколько там, недельку тебе хватило, так поедешь, чтобы ты понял, что слушай, МЦД классная вещь. Слушай, да на самом деле, я даже сразу не пытался, да, на МЦД, да, сначала были электрички, конечно, было сложнее под расписание, там подстроиться, а сейчас, ну, где-то от часа десяти, ну, в пределах полутора, где-то получается. То же самое в один конец. Да, да, в пределах полутора, от дома до работы. Блин, нехило, да, так? Ну, нехило, но вот у меня коллеги там, кто в жилых комплексах, вот сразу за МКАДом живут, ну, час двадцать. Ну, тут ты живешь, у тебя, ты приехал, пожарил шашлык, на качелях покачался, ну, что угодно, да, а там ты просто в квартиру пришел, и те же час двадцать. Ну, и еще хочу просто отметить, что мы сегодня делаем такое сравнение, что площадь твоя, сто пятьдесят три квадрата, плюс у тебя есть небольшая, плюс у тебя есть небольшой участок, это полторы сотки. Ну, да, тем не менее, они есть, они твои, ты как бы, да, вот можешь выйти на улицу, там, в шортах погулять, на своей, там, скажем так, земле, в закрытом поселке, и под тем ценником, что оно здесь продается, около МКАДа, купить в жилом комплексе, в нормальном, скажем так, квартиру, это те же самые деньги и вы. Если мы не говорим, там, про двушку в сорок квадратов, если мы говорим, там, трешка, семь из пять, тире сто, потому что, ну, 150 квадратов там не строят, как правило, вот, вот, вам альтернатива, чисто посмотреть, взвесить, подумать, классно, не классно, решение уже только вам принимать. Инфраструктура, и что за забором? Все вот эти поселочки, особенно, когда вы их смотрите с акцентом, в летнее время, по рендерам, это красота, это стиль жизни, это образ жизни, вы приезжаете домой, но вот, в реалиях, мы выезжаем из поселка в конце марта, извиняюсь за тряску, снимали с рук, но такая картина вас окружает. Если мы говорим про доставку продуктов, питания и все, что с этим связано, это, конечно же, не проблема. Привозят курьеры все, что хотите, рядом есть рынки, магазины, все различные типы палаточки, выглядит это, конечно, не презентабельно, но тем не менее, все, что вы захотите, вы все можете без проблем купить. Жить в подобных поселках, без автомобиля, ну просто невозможно. Одно дело, ты на работу в Москву съездил, на электричке, а вот так вот, если детей возить в детский сад, в школу, на какие-то развивайки, в выходной день, куда-либо поехать с семьей, то машина нужна обязательно. А в Москве проживаю, в принципе, люди уже многие отказываются от автомобилей, потому что на крайний случай, если уж вдруг он понадобился, есть тот же самый каршеринг. Ну вот, посмотрите, думаете, богатеньких не обманывают, не кидают? Давайте посмотрим, что им обещали и чего не построили. Ну а здесь у нас классическая история. Понимаешь, зачем шапку поднял? Вот это вот, ребят, вот это вот оно везде. Мы снимаем жилые комплексы, бизнес-классы, эконом-комфорт, комфорт-плюс разные. Обещают, но не делают. То же самое здесь, закрытый поселок, казалось бы, ну, построже, может быть, должен быть спрос, тем более, все собственники, люди наверняка непростые у вас здесь живут. Тем не менее, на тебе, обещали, что это должно быть? Ну, то ли детский сад, по-моему, детский сад. Социальный объект, чтобы не нужно было вам никуда своих детей возить. Опа! Хрена вам лысого. Начали делать, бросили все достать. Хорошо вообще, что хотя бы забором угородили, чтобы пацаны, девчонки сюда не лазили, не бегали. Вот в каком году вот это вот примерно все началось строиться? Ну, это все вот как раз в 12. Но там вроде как застройщик разорился, потом зашел Сбербанк, ну, соответственно, проект на финансирование другому какому-то там застройщику выделил. Собственно, почему у нас и вьетнамцев много живет. Сбербанк какой-то займ им давал, вот именно вьетнамцам, они, соответственно, покупают. Дружественная страна, поэтому какая-то, видимо, спецпрограмма была. Но самое интересное, что застройщик разорился, но то, что реально приносит бабки, а это вот земля, дома, оно все построено, оно все есть. Весь поселок прямо вплотную всем затыкан, еще что-то там строится, уже, понятное дело, продано, уже собственник там доделают, строят, а социальный объект, он, ну все, вот тут, пожалуйста. Хотя, с другой стороны, я думаю, если бы здесь сделали бы частный детский сад тире какую-то частную школу, жители вашего поселка были просто в восторге. Вот ты не знаешь, сколько у вас вообще здесь всего вот так вот домов? Было сто, но вот сейчас новые строятся, то есть есть где-то какие-то поля, их сейчас застраивают, вот там вот есть еще у нас оставшееся поле, я думаю, что тоже будут застраивать. Таким образом, я думаю, сто процентов бы, вот эта школа тире детский сад, она бы свои деньги сто процентов отбивала бы, вы сюда ходили бы, ну и близлежащие многоквартирные, жилые дома тоже есть, отдельный вход, въезд сделать с той стороны, ну вообще просто, вот тебе живой бизнес, пожалуйста, достраивай и зарабатывай. Пользуйтесь идеей, кто реализует, десятина с вас. Вот спустя, можно сказать, 12 лет, как это все дело построилось, что скажешь вообще с точки зрения качества, вот так вот если прогуливаться, у некоторых все ок, внешний вид, у кого-то вот там что-то осыпается и так далее, в целом, вот у вас какой-то чат может быть есть здесь местных жителей, люди за все это время жалуются именно на качество построек, или все косяки на начальном этапе устранили, и сейчас все хорошо? Ну, из косяков есть, у кого крыши текут, да, на самом деле у нас тоже кое-где подтекало, сейчас вроде вот зиму нет, вот, и не очень хорошие окна, ну, видимо, может быть, где эти скосы там не очень ровные, ну, то есть некоторые окна меняют еще. Ну, а такое, знаешь, там плесень пошла, из подвала все начало подниматься, рвало трубы, протекали, то есть у нас что-то вот некачественно. Протекало, там были истории такие, что, ну, это когда что-то там забилось, было у нас, вот у соседки заливало, ну, там говорят, что нужно какой-то обратный клапан ставить, у нее залило прям подвал, она, конечно, на ремонт попала, ситуация не очень хорошая, поэтому, конечно, дом это нужно следить, да, плюс должно быть качество хорошее, коммуникации. Друзья, даже от себя такое наблюдение сделаю, если мы рассмотрим, что все это, ну, я так грубо скажу, чтобы понимание было, там построено из говна и палок, жирный плюс в этом заключается то, что твой кусочек, ты за ним сам сидишь, над тобой нету, там, третьего, четвертого, пятого, десятого, сорокового этажа, который может прорвать весь стояк, и вы затопитесь все. Здесь, если у тебя что-то происходит, это твое, ты сделал, все, вопрос закрыл. За моей спиной, замануха, знаете, что там, там телефон, на котором открыт телеграм-канал. Стойте, 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 не спешите перематывать, вот я долго думал, ну, приглашать людей, подпишитесь на мой телеграм, кто-то писал, да нахрен он мне нужен, согласен полностью, но, нужно же чем-то завлекать, чтобы вам это было интересно смотреть. Значит, смотрите, в телеграме канала, помимо того, что я выкладываю подборки с новыми автомобилями, которые можно купить выгоднее, и не надо заморачиваться, это первое. Второе, я выкладываю туда жизненное наблюдение, так еще, я стараюсь сейчас наполнять его полезной информацией. С последнего, я сделал такую небольшую зарисовочку, где показал, почему, так сказать, напомнил людям, жителям многоквартирных домов, почему всегда надо закрывать входную дверь. Интересная такая публикация получилась, многие сказали спасибо. Соответственно, в дальнейшем, в планах, делать больше, подсвечивать вот такие вот жизненные ситуации, и давать полезную информацию. Например, хочу сходить в один из торговых центров, зайти в крупный магазин электроники, и попросить сделать расчет на телефон, взять любой айфон, или какую-то, так сказать, рассрочку посчитать, и потом посмотрим, что нам вкинут, и объяснить, почему важно знать математику, почему важно людям, детям, школьникам, студентам, объяснять, учить, рассказывать, как и что надо считать, чтобы ты в один прекрасный момент не оказался в просаке. Вот эта вся информация будет выходить там. Подписывайтесь, ссылка первая в закрепленном комментарии, а отписаться вы всегда успеете. Давайте сделаем блок про работу, ведь интересно, елки-палки, послушать, кто где трудится, кто чем занимается, кто плюс-минус сколько зарабатывает. Вот расскажи. Работал 12 лет в банке, в крупном, государственном, и вот как раз таки загородная жизнь прям реально изменила сознание, то, что зачем каждый день ездить на работу, да, какая-то стабильность и так далее, но как раз таки захотелось прям вот кардинально изменить свою жизнь. Давай так, работая в банке, вот перед увольнением, сколько у тебя вообще максимальная зарплата в пике была? Там с премиями ну до 300 где-то. До 300. А сейчас вот то, что ты на фрилансе, свои проекты запускаешь, ну вот какая-то, я понимаю, что сейчас это просто, это может быть 0 рублей, это может быть 5000 рублей, а может быть сколько, вот какая-то вилка вообще есть на сегодняшний день? Ну, сейчас в принципе мы только начинаем, по большому счету может быть как и 0, так и там, не знаю, за день может там 30 условно прилететь, да, какие-то продажи, а может там потом несколько дней вообще ничего не будет. Ну, то есть, такое. Ну вот на основании этого не закрадывались-то мысли у тебя в голове, что типа, блин, а нахрена это надо? Лучше пошел бы я обратно в банк, где-то поблизи, какое-нибудь, не знаю, отделение нашел бы, или как это происходит, чтобы стабильность, работаешь, бабки есть, а остальное пофигу. Ну, ты понимаешь, стабильность, она, конечно, хорошо, но перспективы, они, соответственно, определенные, то есть, ты понимаешь, что у тебя там через год будет условно там плюс там, не знаю, сколько-то там, 30, не знаю, тысяч условно рублей, там только инфляцию это закроет, а тут, ну, все-таки есть какие-то перспективы, хотя, 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 жена уже начинает говорить, так, что-то денег-то немного, давай, свои игрушки, да, 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 Глебик на работу, да, да, ну, на самом деле, наверное, если бы и выходил куда-то, хотелось бы, наверное, с каким-то гибким графиком, ну, соответственно, там, ну, так я, в принципе, уже присматривал, да, три дня в офисе, два на удаленке, ну, вот что-то такое возможно. ну, я так добавлю, что в моем понимании, вот, это, наверное, как бы такой оптимальный вариант, когда, знаешь, когда ты, там, два-три дня где-то работаешь, где у тебя есть какой-то минимум, на который ты можешь рассчитывать, а свободное время уже как раз тратить не на поваляться на диване, а как раз вот на максималку, на то, что занимаешься тем, что тебе нравится, да, и вот когда это, то, что тебе нравится, начнет приносить больше, чем там, где ты работаешь на дядю, вот тогда уже, возможно, друзья, я, в принципе, поддерживаю все это начинание, когда, знаешь, там, одним днем, типа, да пошло на все нахрен, поставился, как это у нас говорится, выйти из зоны комфорта в неудобные условия жизненные, тогда какой-то стимул есть, действительно, цепляться, что-то пытаться зарабатывать, тем более, те, как мужчине, жена, ребенок, блин, ну, надо в любом случае искать способы, тут глава уже начинает работать так поинтереснее, уже и желания побольше, в подвале, там, до утра, условно сидеть, чем заниматься, ну, по факту заниматься, жена чем занимается, ну, так, в общих чертах, а жена, как раз таки вышла туда же, на работу, откуда я ушел, да, вы оба банковские, да, мы там и познакомились, да, ребята, все максимально просто, прозрачно, поэтому, ребята, мы желаем только успехов, в частности, я думаю, так, давай так, подколем, мы с женой, Глебу, желаем развития, чтобы денег становилось все больше, больше, заказов было еще больше, да, ну, выход, в лес есть, какой-то прямой, как-то пройти дальше, а не, он огорожен, вот за лесом, там парк и озеро, ну, озеро, вы его, допустим, в лес зайти как, никак? вот в этот нет, блин, а вот жителям этого дома, само собой, можно, правильно, потому что они со своей стороны, могут там, ну, я думаю, да, но там, кстати, мне кажется, сохраняемая вся история, знаете, еще интересная особенность, мы всегда, когда снимаем про загородное жилье, ну, первые, там шашлыки пожарить, там выйти музыку послушать, но по факту, в большинстве поселков, где дома не сдают в посуточную аренду, жизнь очень спокойная, вот у вас здесь бывает такое, что какой-то сосед, которого, знаешь, все знают, у него все время громкая музыка, крики, оры, как вообще у вас здесь, вот с соблюдением тишины в целом? Ну, вообще очень тихо, друг друга все уважают, то есть, там, после 10 вечера, там, никто не шумит, у меня даже друзья говорят, что ой, мы к вам не пойдем, у вас особо не подшумеешь, вот, ну, то есть, кто-то там, кто заселяется, там, новоселье, один вечер, они погремели, дальше ругань, всякие, ну, и все, они дальше уже спокойно сели, допустим, люди сейчас напишут комментарии, отчасти, может быть, он справедливый, живу я в многоквартирном доме, шуметь мне нельзя, уезжаю я за город, покупаю свой дом, вышел я в теплый летний день, на улицу, музыку, друзья приехали, живу я, душа у меня поет, песни мне хочется петь, и тут опять какой-то чат, опять мне вот, рот затыкает, не дает душе гулять, как ты прокомментируешь это? Ну, как днем-то ты можешь музыку включить, ну, а вечером, ну, у всех дети тут в основном маленькие, да, у кого грудные, ну, в целом нормально, выживаем все. Везде и всегда зашит хитрый маркетинг, ну, вот посмотрите, допустим, вот эти таунхаусы, расстояние между ними, гораздо ближе, чем, например, расстояние между соседними коттеджами, и это интересное наблюдение, которое нам сказала одна из женщин, которая здесь проживает. Он говорит, ну, мне нравится то, что не сильно близко стоят дома, но у меня живет в коттедже, это первое. Если выйти посмотреть, знаете, придраться всегда будет к чему, вот такие дома, и вообще в целом такая загородная жизнь, она 100% не подходит всем тем, кто ничего делать не хочет. Вот если вы в конце рабочего дня приходите домой, и вам в кайф упасть, и все, помылся, и лежишь, это ваше полное право, никто вас за это не осуждает, то вот эти вот полторы сотки, они вам вот тут вот будут полторы, а что если 10, 15, 20? Мы снимаем выпуски, мы уже ездили к ребятам, там у кого 20-30 соток, постричь отдельная история, либо нанимать кого-то, платить, платить, это постоянные расходы. То же самое, вот с тем же самым домом, следить, куда у тебя уходит вода, постоянно следить там за отмосткой, что-то подделать, доделать. Вот казалось бы, как прикольно было бы здесь видеть какую-нибудь террасу. Вот здесь у нас выход, его в принципе, да, ты можешь прорубить, у тебя будет отдельный выход сразу во двор. Ты выходишь, красивая терраса, ты сидишь поставить, вот смотри, покажи, пожалуйста, вот эти вот еловые деревья по периметру, для того, чтобы создать такое закрытое для себя пространство, более уютное. Ну, не знаю, я бы так сделал. Стоит до хрена денег, это все вкладывается, вкладывается, вкладывается. Поэтому, когда вы видите различные рекламные буклеты, натыкаетесь на рекламу в интернете, вот загородного жилья, таунхаусов и так далее, вам в первую очередь продают образ жизни. Вы смотрите, блин, ты сидишь в квартире, ааа, блин, тяжело, а здесь классно, конечно, классно, здесь можно сделать просто изумительно, но нужно вложиться деньгами, это самое главное, это самое ключевое. Кто бы что ни говорил, здесь при желании того, что у тебя прямые руки и ты хочешь заниматься, это полбеды, потому что вторая половина, это деньги, 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 они очень быстро тратятся, а все сегодня стоит реально очень дорого. Когда у вас встал вопрос о том, что вам говорят, все, давайте, приезжайте сюда, живите здесь на постоянку, ты и твоя жена, ваши первые впечатления от переезда, когда вы заезжаете первый месяц, как месяц, ну, естественно, пространство, в Москве была квартира там 40 квадратов, вообще не разойтись ничего, сейчас ребенку очень классно, он играет по всему дому, правда, можно сказать, у нас весь дом это большая игровая, самый главный минус, наверное, это, конечно, большая площадь, потому что с уборкой, ну, это тяжело, тяжело, я вот вам сейчас рассказывал, да, что у нас аж 4 пылесоса разные, потому что они там и выходят из строя и так далее, вот, уборка, самый большой, наверное, минус уборка. Та же самая прилегающая территория перед домом, посадить, убрать, либо занимаешься всем этим делом сам, либо постоянно кого-то нанимаешь, это та же самая рабочая сила, в том числе, вот, например, ремонт у ребят, понятно, да, мы зафиксировали, что они купили дом готовый, то есть, вторичка, ты заехал, сразу все, ты вещи свои поставил, ты уже живешь, 153 квадрата, дом двухэтажный, это действительно там о-хо-хо, сколько денег уйдет, если делать все качественно, прямо полноценно переделывать, в тот же момент сложить цифры, дом продать, плюс те деньги, которые у тебя ушли бы на ремонт, но ты купишь в Москве квартиру меньшей площади, и опять же, что нужно будет делать, нужно будет делать тот же самый ремонт, либо ты заедешь во вторичку, где ты поживешь, и потом поймешь, что, блин, вот теперь точно нужно делать ремонт, то есть, получается такой некий замкнутый цикличный круг, такие жирные плюсы, вообще, вот у этой загородной жизни, ну, вот как отмечают даже люди, ты выходишь, вот ребенок у тебя выбежит во двор, все, он у тебя гуляет, все соседи, в целом, там, да, со временем, он тут долго живет, они знают, что это твой ребенок, с какого он дома, то есть, такое закрытое сообщество, которое более дружелюбное, раз, меньше всяких проходимцев, то есть, здесь просто так, чтобы ты стоял, и кто-то тут ходил, хахакал, хихикал, смотрел по сторонам, это исключено, то есть, в первую очередь, должна отрабатывать охрана, по поселку, расставленное видеонаблюдение, то есть, все, что я рассказываю про этот поселок, мы там копируем, ставим по подобным, закрытого типа, по Московской области, да и по всей стране, в целом, это два, третье, ну, конечно, жирный плюс, для людей, что у тебя есть свое парковочное место, ты можешь вернуться в конце рабочего дня, там, в любое время, и тебе не надо думать, куда воткнуть машину, для многих, это реально головная боль, реально головная боль, минусы какие, ну, обманули людей, да, кинулись с этим детским садом, соответственно, каждый день, тебе утром нужно вставать, садиться, ребенка куда-то везти, либо в сад, либо в школу, либо на дополнительной развивашке, без машины никак, а в силу того, что трафик все равно есть, узкие дороги, но это тоже изматывает, это напрягает, постоянно туда-сюда кататься, это свой минус, в городе, когда у тебя все это есть во дворе, ну, это, понятное дело, жирный плюс. Очень часто люди в таких поселках жалуются на управляющую компанию, нас окружают бандиты, варьё, у нас здесь войны бесконечные, и постоянно люди недовольны управляйкой, при этом приходишь в управляйку, и задать вопрос, они скажут, кто мы, да люди, они платить не хотят, им объяснили, что вот счет, они постоянно спорят, живут вчерашними цифрами, и начинается этот батл, один одно, другой другое, именно поэтому, я вообще в эту тему не лезу, потому что там постоянно ругань, срач, конструктив, выстроить очень сложно, но тебя как жителя, мы спросим, в вашем случае, как? Ну, конечно, никто недоволен, управляющийся компанией, в целом, каждый раз, какие-то собрания, ой, а куда деньги пошли, то, сего, пятое, десятое, но по факту, по факту, ну, убирают, убирают, ну, там, тот же самый лед, сразу они не отколют, там, были снегопады, но за один-два дня убирали, ну, вот реально убирали. А народ вот жалуется, они что говорят, типа, снег идет, нужно чистить так, чтобы снег падает, а его уже нету? типа того, да. Ага, понятно, с уборкой снега, это стандарт, еще на что сами люди жалуются, вот ты же чат читаешь, вот основные претензии к управляшке, вообще, вот в целом? Ну, со светом не очень понятно, то есть, вот у нас фонари, да, вроде как они очень тускло светят, с другой стороны, пытались, ставили лампы посильнее, начинают люди говорить, что в окно он светит, ну, то есть, тут такое. Это вот как раз то, о чем я в самом начале сказал, я говорю, как бы, когда ты начинаешь жить в обществе, где ты, второй, третий, и вот с четвертого, с пятого, все, особенно тяжело жить в подобных, поселках, как мне кажется, в силу того, что, ну, люди там, предприниматели, а предприниматели, это кто такой? Бизнесмен, это кто такой? Это начальник, это руководитель, и вот мы с тобой, надо сделать посветлее, не, посветлее не надо, у него своя позиция, у меня своя, и начинаются траблы, баталии и так далее, это тоже важно учитывать, сложновато. Вот, кстати, была, вот, то, что у вас выпуск был, то, что все загажено, тоже ругались в чате, что, ну, кто-то не убирает за собой, за собаками. Ну, то есть, когда ходят люди, ты вот так вот прогуливаешься по поселку, встречаются бомбы? Да, ну, сейчас меньше, видимо, может, дворники убрали, но вот прям в чате была ругань, что не убирают за своими собаками. Поэтому, у всего есть свои положительные стороны, у всего есть свои отрицательные стороны. Задача, которую я перед собой ставлю, в каждом подобном сюжете, мы с вами разбираем ситуации жизни. Не всякую хрень, которая вам вообще не нужна, вот этот юмор там, поржать. Некоторые пишут, нудно. Жить, значит, тебе просто-напросто нудно, раз тебе выпуски мои не нравятся. Офигенные выпуски, это то, что касается тебя и твоей жизни. Куда, как, крутиться, вертеться, ну, вот надо. Таким образом, наш шикарный воскресный выпуск подходит к концу. Еще съездили в гости, посетили плюс одну интересную локацию, посмотрели еще одну историю из жизни. Вот так вот выбирают люди, вот так вот они проживают. Нравится вам или не нравится, теперь пришло время вам высказывать ваше мнение в комментариях. В этом выпуске мы затронули жизнь в закрытом поселке, как мне кажется, по максимуму, поэтому не добавить, не убавить, всех вас я приглашаю в комментарии. Действительно, пишите, все читаю, все изучаю, будет интересно послушать ваше мнение. Ну, и, конечно же, все те, кто хотят принять участие, вам есть, что показать, вам есть, что рассказать, вы хотите высказаться без проблем. Все контакты со мной в описании, электронная почта у вас на экране. Не добавить, не убавить. До новых встреч, всем пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok